Видно, слышно? Видно, слышно. Дима, ты тут? Да. Ты тут. Всем добрый вечер. Сейчас будем начинать. Сейчас будем начинать. Так, Дима, сразу новость. Дизайнер, ребятки, еще не успел доделать презентационную токеномику, которую мы сегодня подготовили под вас. Поэтому будем в файлике, а вот завтра, послезавтра у нас уже будет то, что вы можете там красиво, наглядно смотреть. Но мы там разложим все по полочкам. Так, я тогда делаю демонстрацию экрана. И будем разговаривать. Значит, смотрите. Крипто кошелек, я думаю, что мы сегодня не затрагиваем. Если есть какие-то вопросы, говорите. Давайте, ну, мы по дорожной карте пройдемся, что когда там, да, запись уже идет, что когда там будет появляться. Но каждый его может уже потестировать, посмотреть. Кто-то заводил, кто-то выводил. Я вон даже целый доллар и 2 цента уже заработал на рефералке. Ни много, ни мало. Вот. Но в перспективе, понимаете, если даже в день зарабатывать доллар, то есть это как бы тоже неплохо. Ну, и учитывая прирост пользователей и так дальше. Вот. Поэтому по крипто кошельку сегодня сильно не разговариваем. Я думаю, так понятно, что у нас есть хороший продукт. И у нас понятно, что есть уже хорошая комьюнити. Как зарегистрироваться в кошельке? Взять ссылочку у человека, через которого вы попали на Zoom. Мы сегодня будем говорить о токене мультивайлета, о том, как на нем заработать, почему на нем можно будет заработать. И вообще, в принципе, разберем всю токеномику. Потому что это одно из важных вещей. Мы даже, когда сейчас вели переговоры там с различными биржами, то говорили о публикации типа нашего крипто кошелька. Биржи говорят, зачем нам публиковать крипто кошелек? То есть, если у вас монета, тогда мы публикуем. Я имею в виду не про листинг. Про листинги это тоже уже ведется речь. Мы сегодня про это поговорим. А именно про публикацию, рассказ. Потому что продукт действительно хороший. Как минимум решение с картами для многих стран на сегодняшний день это актуально. И точно так же я уже знаю, что многие пользователи верификацию прошли. Она достаточно простая. Поэтому вот так. Теперь давайте вернемся к токеномике. Дима, я думаю, что здесь я буду тебе только помогать. Ты можешь по токеномике быстро пробежаться. То есть, откуда берется Total Supply? Почему такие проценты на Seed Round? При Seed Round? Почему Advisor? Сколько мы даем разлоки? И все, попытайся объяснить. То есть, я вам даю профессионала. Кто что-то не поймет, я потом более простыми словами постараюсь поотвечать. Да, всем добрый вечер. Отвечаю на вопросы Total Supply, то есть, общее количество выпускаемых токенов. Всего 100 миллионов. На самом деле, оценивали, в принципе, рынок. Какие-то схожие проекты. И пришли к тому, что это достаточное количество. Почему достаточное? Потому что сам по себе токен, токеномика сделана таким образом, что токен в любом случае будет дорожать. То есть, сейчас позже объясню, почему. И, соответственно, если токен будет дорожать, то, в принципе, его количество, оно сейчас, допустим, если исчисляется один токен, предположим, это один доллар. А когда он будет стоить, допустим, 10 долларов, то это совершенно другая стоимость. И само по себе, сам этот токен будет дробиться уже на какие-то десятые. Поэтому этого вполне достаточно. Теперь к раундам. То есть, M-Token-SeedRound. Это тот раунд, который можно приобрести за токены MediaChain. Здесь дисконт составляет от цены на паблике 38,2%. Ну, на самом деле, здесь особо мудрить не буду. Это абсолютно классические условия, когда seed round делается дешевле порядка 40%, чем паблик раунд. Следующий – это seed round, который можно приобрести только за USDT. Здесь у нас это почти 30%. То есть, это тоже достаточно классическая штука. То есть, это тем самым перекрывается определенный, ну, наверное, не риск, а время ожидания. То есть, время… Я недавно был на одном обучающем курсе. И там одно из… Обучение заключалось в том, что время нельзя купить. То есть, ну, здесь вот как раз-таки то время, которое нельзя купить, компенсируется той самой скидкой. Private round – это те люди, которые зашли в проект позже. Возможно, они там что-то где-то оценивали, смотрели на что-то. Но у них условия и по цене, и по разлокам хуже. Теперь, как раз-таки, что такое разлок? Вот клиф, да? Клиф – это, то есть, время, когда токен-холдеры, те, кто приобрели токены проекта, получают первый токен. Для чего делаются разные месяцы? То есть, если вы откроете там табличку на Вестинг, то вы увидите то, что, допустим, там на четвертый месяц те, кто зашли на сидраунде, успели зайти на сидраунде, они получают 8,25. И, в принципе, параллельно с ними никто больше токены не получает. Получают первые три месяца только они. На одном из зумов уже я говорил о том, что если даже математически посчитать, сложить вот эти три месяца, когда только люди, которые зашли на сидраунде, имеют этот токен. Если это все сложить и умножить там на адекватно прогнозируемое увеличение курса токена, то, в принципе, это уже, скорее всего, чуть больше, чем точка безубыточности. То есть, здесь на сидраунде для людей, которые зашли раньше всех, то есть проект понимает то, что, с одной стороны, это людям дается возможность зайти раньше всех и здесь думают про их риски. С другой стороны, проект понимает, любой из проектов токенизированных понимает, что это первые участники проекта, которым надо давать лучшие условия. Тем, кто на private round, вы видите, они получают позже. Соответственно, те, кто на сидраунде, они относительно там, ну, некоторое время не пересекаются с ними. Потом, если здесь дальше смотреть, те, кто зашли на сидраунде, совершенно не пересекаются с командой, ну, вернее, пересекаются только на 13-й месяц. Команда получает гораздо позже. То же самое ситуация с адвайзерами. Эдвайзеры получают намного позже, чем участники сидраунда, чем участники private round, но чуть раньше, чем команда. Потому что, в любом случае, адвайзеры – это те люди, которые на старте или во время развития проекта помогают проекту какой-то маркетинговой активностью, скорее всего. И они, конечно, должны вознаграждаться раньше, чем команда. Сейчас я тут добавить хочу, чтобы у вас было понимание, кто такие адвайзеры. Это те же самые медиа. То есть, кто там спрашивает. Эдвайзер – это переводится как консультант, но, по сути, это все те люди, которые могут помогать. То есть, допустим, пришел какой-то блогер с охватом, несколько миллионов. И он говорит, ребят, я вам могу закрыть вот такое-то количество людей. Причем вы должны понимать, что, скорее всего, с ними будет вести договоренность, чтобы они приводили людей именно после паблика. То есть, это как раз тех самых людей. Ну, нельзя так говорить, но здесь… Хотя, как нельзя инвесторам? Можно говорить. Как раз они будут приводить тех самых людей, которым участники Seed Round'а и Private Round'а будут продавать токены. То есть, ну, надо адекватно понимать, что те люди, которые сейчас инвестируют в проект, они, скорее всего, инвестируют для того, чтобы получить прибыль. Хотя я уверен, что много людей останутся в проекте, когда увидят, какие они дополнительные, извиняюсь, плюшки получают за то, что они этот токен имеют. Тем более, что по цене дороже, чем та, которая будет после паблик-раунда. Но, тем не менее, advisors – это те люди, которые помогают привлечь аудиторию пользователей проекта. Те, которые приходят пользоваться P2P-обменом, те, которые приходят OTC-обменом, просто владение картами. То есть, это люди, которые помогают популяризировать. Ликвидность – это, вот здесь вот можете обратить внимание, 8% ликвидите. Это количество токенов ежемесячно, которые падают в DeFi биржи. Простыми словами, смотрите, вот именно DeFi биржи, Dex биржи, децентрализованные биржи, они работают таким образом, что в стакане обязательно должен быть токен самого проекта и токен USDT, который обеспечивает ликвидность. Это так, кубышка. То есть, вот эти 8% условно можно вообще не учитывать, что они существуют в этой токеномике. Потом там следующее идет, это комьюнити токен, который будет выделяться только на то, чтобы проект развивать продукты. То есть, допустим, кто-то приходит и говорит, мы готовы провести мероприятие какое-то, не знаю, в Дубае, какое-то массовое мероприятие MediChain или где были бы еще, привезти еще кого-то в экосистему, какие-то проекты. И мы им говорим, ребят, да, хорошо, мы согласны, но мы согласны рассчитаться с вами с токенами проекта. То есть, если говорить простым языком, в принципе, это бюджет проекта, который, как вы видите, распределяется равномерно на протяжении 16 месяцев. То есть, они, опять же, они не поступают просто бах и упали. Это тот бюджет, которым проект распоряжается для того, чтобы рассчитываться, скажем так, с подрядчиками, с какими-то. Следующий – это эмиссия для вознаграждения дополнительных стимулов участников. То есть, это токены, которые могут быть распределены в рамках различных программ стейкинга, допустим. Как это происходит? Кто-то приносит ликвидность, и за то, что они привезли ликвидность, мы им даем вознаграждение. Но на самом деле это тоже 16 процентов. Особо учитывать формирование цены нельзя, потому что, смотрите, наполнили. И мы им за это даем токены. Факт того, что они принесли эту ликвидность, он на цену будет влиять намного положительнее, чем то, что мы им даем, отсюда вознаграждение. То есть, это вот все, что вы видите синим цветом, это, скажем, мы называем это умным маркетингом. Стратегическое партнерство – это вообще только те токены, которые даются прямо за какие-то очень крупные партнерства. Допустим, кто-то сможет реализовать биржу. То есть, проект захочет перерасти в биржу, и проект сможет рассчитаться с этим подрядчиком, этими токенами, которые тоже там будут обсуждаться по поводу… Ну, то есть, мы не сможем рассчитаться с ним полностью, потому что бюджет раскидан на 16 месяцев. Дао-фонд – это, в принципе, то, что является децентрализацией, это как раз отвечая на вопрос, чем сам по себе кошелек будет отличаться, это тем, что все приходят к тому, что проект должен быть децентрализованным для того, чтобы само по себе какой-то там негативных последствий для него практически не было. Потому что вот чем больше вот как раз вот дао будут владеть токенами вот эти всякие там партнеры, тем больше проект становится децентрализованным. Соответственно, управлять им единолично какая-то команда не сможет. Но это все как бы совсем позже. То есть, по сути, если тут сложить, то 50% токенов попадают в саму по себе систему, простым языком, чтобы их кто-либо мог продать. Это вообще там через год. А, даже позже, но через год. То есть, 50% нет. И в свободном, скажем так, плавании будет только всего там 14% от токенов по сравнению с тем, сколько проект планирует положить в стакан ликвидности. И еще хочу заметить, то что вот кладется в стакан ликвидности реально деньги, вот реально теза. Это не означает то, что это будет являться средством выкупа токена. То есть, токен, по сути, будет вот сейчас вот вы купили, потом пришли новые пользователи, вы им продали. А вот то, что должны быть деньгами, это просто лежит для того, чтобы волатильность во время продажи, изменение курса было минимальным. То есть, это в принципе, ну, больше можно назвать кубышкой, чем расходная часть. Но эта кубышка в любом случае должна лежать. Так, сейчас я еще попробую, что тут. А, ну, механизм удержания, это больше, конечно, проект занимался, но мы тоже это смотрели. То есть, каким образом, в принципе, в нынешних реалиях можно удерживать курс. Очевидно, самое главное, это то, что я сейчас сказал, это чтобы в пуле ликвидности лежало большое количество тезеров. Это позволит токену быть наименее волатильным, чтобы изменение курса было минимальным. Стейкинг. Очевидно, то, что когда держатель токена стейкует токен, то он, как я раньше говорил, в системе не учитывается, поэтому это будет там, ну, очень положительно влиять на курс. Обратно, выкуп и сжигание. А, ну вот, самое главное, то, что здесь принято решение сделать токен сжигаемым. Ну, сжигаться, очевидно, тут надо понимать, будет там не какое-то там немеряное количество, а все-таки там небольшими частями, то есть проект зарабатывает комиссию с различных операций, и часть этих комиссий идет на то, чтобы выкупить свой же токен и его сжечь. Часть комиссий, которые со всех коопераций зарабатывает проект, идет в пополнение того самого, той самой кубышки, которая является обеспечением удержания курса. Это следует, маркетинговая активность. Ну, очевидно, то, что самым главным, то, что будет положительно влиять, ну, как и на это, что на любой проект, хоть там торгуй мороженым, да, то есть если ты не развиваешь проект маркетингом, то, ну, это бессмысленно, да, и очевидно, что одно из самых главных – это маркетинговая активность. Также маркетмейкинг, очевидно, как раз маркетмейкинг осуществляется при помощи вот этой кубышки настоящих живых долларов, вернее, не настоящих, хорошо, цифровых USDT и токенов проекта. И на бирже делаются определенные вещи для того, чтобы этот токен или удерживать, или поднимать. И чем больше у тебя лежит денежек в кубышке, тем проще тебе это делать. Спекулятивный спрос криптоинзиастов и трейдеров – это следующее, то, что будет удерживать. Тут просто можно этим не заниматься. На самом деле, скорее всего, когда-то придется прийти к тому, чтобы сделать там какого-то снайпер-бота, потому что точно будут приходить трейдеры обычные, которые будут просто покупать, продавать. С ними тоже там, ну, может быть, сначала не надо там первый год бороться, потом с ними точно будут бороться, вот с этими спекулянтами, которые там купил-продал, купил-продал, потому что они купили, курс пошел вверх, продал, курс пошел вниз. Ну, собственно, на этом сидит условно там весь криптомир. Ну, и как недавно SEO Binance, там, если кто-нибудь, может быть, видел его интервью, там, издевательское видео выпустил, когда он говорил о том, что я, типа, смеюсь над теми людьми, которые думают, что они умеют трейдить на криптовалюте. Ну, он, как бы, недвусмысленно дал понять то, что их маркетмейкеры, там, мирового уровня умеют сделать так, чтобы люди думали, что они понимают, как это все происходит. Ну, я это так, ну, как раз вот эти там два пункта, маркетмейкерс и криптузиаст и трейдер, это там то, что положительно влияет на курс токена. Так бы, сейчас вы можете все зайти там на CoinMarketCap, увидеть то, что американская система, это то, что я говорил буквально несколько дней назад, американская система схлопнулась, те самые банки, в которые все мы верили и верим, там, те самые американские банки в Силиконовой долине, где сидят самые светлые умы всего мира, ну, схлопнулся, но надо заметить то, что банк схлопнулся, а UEDC, где лежало, то есть UEDC есть токен, у них 25% ликвидности лежало в этом банке. И, в принципе, блин, ребята за три дня вывели курс с минус 12% до 1 к 1. То есть они просто в силу того, что очевидно, что децентрализованный мир и криптомир будет жить, и просто нашли там быстрые инвесторов, которые закрыли дырку. Денис, не знаю, можешь меня поправить, ты, может быть, больше на себя сидишь, по-моему, там дырка была миллиардов три. То есть, блин, чуваки просто за выходные нашли три миллиарда и заткнули дырку, ну, судя по себе, или достигли договоренности. Ну и следующее, то, что будет положительно влиять на курс, это само по себе утилитарное использование. Утилитарное использование, ну, это то, для чего токен будет нужен. Это снижение комиссий, доступ к примиряльным возможностям, это как раз то, что я говорю, даже я думаю, что те, кто сейчас, инвестора придут, которые сидят и думают, что быстрее бы продать, скорее всего, в любом случае останутся, потому что будут думать о том, что, ой, я все равно путешествую, я все равно там делаю какие-то покупки, я храню там какие-то там стейблы, там какие-то там, ну, всякие валюты, и оставлю-ка я здесь токенов продукта для того, чтобы просто мои комиссии были меньше. Возможно, еще участвование на внутреннем лаунчпаде проекта, ну, это на самом деле кошелек в любом случае придет к тому, и все говорит о том, что когда-то должны появиться кошельки, это как раз, наверное, там принципиально отличие от тех, кто первые, я уже не буду говорить первые, первые успеют сделать такие кошельки, в которых будет, ну, все, вплоть до лаунчпэдов, то есть, в принципе, мир приходит к тому, что ты должен зайти в кошелек, и у тебя там есть возможность купить, продать, расплатиться, выбрать проект. С развитием искусственного интеллекта ты просто можешь там зайти и сказать, я люблю игры, даже, вернее, у тебя на телефоне есть там ряд каких-то игр, кто-то играет там в косынку, кто-то еще во что-то, и ты такой телефону даешь задание, так, чувак, ну-ка, я вот там люблю такие-то игры, найди мне там, где мне поиграть и где это будет дешевле, и ты там все это соединил, и за тебя кошелек, допустим, раз там расплатился, или ты говоришь, о, хочу проинвестировать, и он там, зная уже ваши предпочтения, ну, там, судя по вашей динамике пользования вашим гаджетом, он будет там предлагать вам внутри, допустим, почему бы нет, почему бы не внутри этого кошелька, куда можно было пойти. Сейчас звучит дико, но, блин, но это правда то, что нас ждет, и я думаю, что через год многие удивятся, насколько развился мир искусственный интеллект и веб-три, потому что там, ну, год назад, в принципе, много о том, что я сейчас говорю, ну, там, наверное, пять лет назад вы бы не верили, но развитие идет какое-то колоссальное. Вот, функционал кошелька, ну, это хранение, обмен, стейкинг как раз, хранение, обмен, аренда NFT. А, что такое, опять же, да, для чего нужен кошелек, то есть, допустим, есть у вас, то есть, кошелек делает NFT, что ты говоришь с разными играми, просто мы делаем, допустим, там, экономику для разных игр, и сейчас все приходит к тому, что, типа, я хочу иметь одну NFT-шку в кошельке, и с этой NFT-шкой могу пойти поиграть в разные игры. И там, ну, допустим, или там я хочу иметь одну, там, премиальную NFT-шку, у которой будут доступ, там, в бизнес-зал, там, в какие-то рестораны или, там, в приват-клубы какие-то. Это все тоже в кошельке. То есть, ну, пытаюсь сейчас объяснить, ну, насколько сильно можно развивать эти кошельки, и почему такие проекты однозначно будут интересны, да, любой бирже, потому что за ними пользователи. То есть, надо понимать, что, допустим, тот же Binance, это, да, кит индустрии, но им интересны любые проекты, которые могут за собой принести кучу пользователей и кучу операций, потому что они с этого тоже получают какую-то комиссию. P2P-обмен, очевидно, то есть, да, чтобы люди могли между собой что-то менять, это, ну, как бы, ничего тут особенного. OTC-обмен, просто меняться с криптой, ну, свапать внутри, тоже, ну, менять крипту, очевидно, тоже здесь будет. Покупка криптовалюты с использованием банковских карт тоже будет внутри, потому что карта уже есть. И это, кстати, одно из самых офигенных, вообще, наверное, плюсов, потому что могу сказать, что я работал в компании эстонской, которая просто имела криптолицензию, и там настолько ужасные условия со стороны Visa и MasterCard на покупку крипты. Что здесь такого не будет, и само по себе проекту это будет сделать легче. Ну, не буду, короче, себестоимость покупки крипты здесь гораздо будет ниже. Он, чтобы это то, что я уже сказал, это где будет куча всяких проектов, которые вы просто можете смотреть, которые, конечно же, проект сам будет анализировать, потому что всякие транзакции будут через них ходить. Банковская карта, ну, это вообще это, ну, это, понятное дело, это самое главное, банковская карта и платежная система. То есть это же тоже надо понимать, что это не просто банковская карта. То есть в будущем мы придем к тому, что будут там цифровые деньги разных государств, и можно будет просто оплачивать там гостишку, самолет, там все, что угодно, просто в кошелек зашел. То есть как мы сейчас привыкли делать там либо переводом, либо каким-нибудь там свифтом, там банковским переводом, то здесь это просто в рамках кошелька. Да, ты зашел раз там, ввел адрес, не знаю, там в Мексике какого-нибудь там отеля перевел, все. По поводу дорожной карты, не знаю, Денис, ты, наверное, здесь давай сам, потому что как бы здесь больше, наверное, вам известно и понятно, как это будет происходить. По поводу того, что... А, ну, хочу резюмировать. То есть то, что надо понять, что сам по себе проект, у проекта токенов на протяжении ближайшего года выйдет всего-навсего, по большому счету, процентов 30. Вы как раз можете посмотреть, как это линейно происходит, для того, чтобы если там голову себе не забивать, вот внизу токеномики, вот видите такой график, который идет вверх такой, да? Вот он идет линейно. Раз первый месяц еще выйдет, потом три месяца вообще ничего не выдается. Как раз те три месяца, где такое там, ну, относительно плата. Потом вот линейно, потихоньку, 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 на протяжении 36 месяцев только токены уходят в свободное обращение. То есть все это время проект привлекает новых пользователей, и это является обеспечением того, чтобы токен рос. По сравнению с тем, как это делалось, там, не знаю, год назад проектами, которые там не имели какой-то практики, не потому что они плохие, а потому что, в принципе, практики там особо не было, это было для всех новшество. Там просто выпускались проекты, которые сразу токены раздались, и почему-то цена падает. Ну, очевидно, почему, потому что все полетели их продавать. Здесь такой возможности не будет, поэтому можно быть уверенным в том, что динамика будет положительная. Я не могу сказать там, что динамика будет… Она, естественно, волатильность имеет разное, но в целом, если график брать, ну, это, в принципе, на основе анализа конкурентов видно, что идет там как-то вверх, потом чуть-чуть вниз, потом чуть-чуть вверх, потом чуть-чуть вниз. Но в целом, на протяжении работы всех конкурентов, или даже здесь, наверное, не конкурентов, а коллег, динамика в целом положительная. Отличие. Меня Денис попросил сказать, какое отличие от действующих. Ну, основное отличие – это децентрализация. То есть как раз-таки вот этот пункт, который я пытаюсь максимально донести, где вот токенами идет расплата за маркетинговую активность, за проведение мероприятий, за разработку чего-либо для проекта, то есть это является как раз-таки методом децентрализации. То есть чем больше людей владеют токенами проекта, тем меньше у проекта, скажем так, управления, потому что в этом заключается принцип децентрализации продуктов. То есть не может быть такого, что кто-то решил, что все, типа надоело, наигрались, больше всего не будет. Денис, давай вопросы какие-то уточняющие. Да, я сейчас еще добавлю то, что Дима говорил, кто-то понял, кто-то нет. Чуть-чуть добавлю там со своей стороны. Вот многие пишут, что Дима сегодня хорошо рассказал, то есть кому-то тяжело. Это нормально, вопрос там от склада ума. Я добавлю единственные моменты, которые важны, на что стоит обратить внимание. То есть смотрите, первый момент в токеномике – это то, что по факту на рынок выйдет, грубо говоря, 15% монет на старте. То есть больше их физически быть не может от объема всего Total Supply. Подожди, Денис, можно? Сейчас ты можешь людей немножко дезинформировать, я перебиваю по делу. На старте не выйдет 14%. Ну да, даже меньше. На старте выйдет всего лишь 5%. Остальное все, вот эти 14%, они будут выходить на протяжении года. И только через год будут выходить токены команды, адвайзеров. То есть инвестора защищены тем, что у них есть время, когда только они владеют этими токенами. И только они их могут продать другим пользователям. Поэтому есть защита. То, что вот вы сейчас купили, потом вот пришел, вот проект вышел на рынок, вот просто на App Store и на Play Market вышел, пошла макетинговая активность. Приходят новые люди, говорят, хочу купить. И они покупают, но они не приходят к вам. То есть это на уровне смарт-контракта происходит так, что пользователь пришел покупать, но он купил по факту у вас же, потому что вы продали стакан. Из этого стакана ваш токен продался новому пользователю. И так идет это перезамещение. Это абсолютно нормальная на самом деле история не только для крипто-рынка. Весь венчурный фонд, все инвестиции так работают. То есть зашел инвестор на ранней стадии, продал свою долю инвестору на поздней стадии, инвестор на поздней стадии еще кому-то продал, потом вот это еще кто-то продал уже пользователям. То есть это сейчас модно так называть, что там вот в крипте люди друг от друга закрываются. Всю жизнь так происходит. Не знаю, я зашел инвесторам в семечки, сделал палатку, потом сделал эту палатку еще кому-то, потом эта палатка начала продавать семечки всем подряд. И то же самое в токене. Вот зашли сейчас инвестора, зашли попозже еще инвестора, попозже еще инвестора, а потом все это продалось рынку. То есть потом рынок это все выкупает. Все, здесь логика элементарная. И здесь, в отличие, я не знаю, от многих проектов, здесь понятен пользователь. То есть здесь не надо никому объяснять, кто будет пользоваться этим проектом. Здесь невымышленный какой-то, как я не знаю, к нам приходит, сделайте, пожалуйста, NFT-домок в продаже на Бали. Блин, ну вы что, вы прикалываетесь? Или там сделайте NFT-продажу конопли. Ну где там конопля где-то продается, где NFT? Как ты это свяжешь-то? Корнями не свяжешь, понятно? Ну то есть это чушь полнейшая. То есть давайте там NFT-пельмени делать. Ну это же невозможно. То есть хочется заниматься проектами, где ты действительно понимаешь, кому ты его делаешь. Я всегда всем маркетологам говорю, ребята, вот вы должны закрыть глаза, и вы должны видеть своего пользователя. Вот зачем он сюда придет? Зачем он сюда придет, всем очевидно. Сейчас вам говорится, вот ребята, вот вы сейчас заходите, для того, чтобы продать понятно кому. Когда продать? Вот, пожалуйста, в таблице. Через три месяца, на протяжении 12 месяцев. Все, все, что надо на самом деле сейчас понять инвесторам. Да, хорошо добавлю. Да, то есть по факту выйдет, грубо говоря, там даже 5% токенов на рынок. То есть понимаете, то есть и берем немножко дальше, там через 4 месяца, мы понимаем, что кошелек уже в App Store, уже в Play Market, там уже у первых 3000 пользователей есть карты, то есть соответственно уже там работает больше функций, больше пользователей, и спрос, естественно, растет, потому что как минимум люди будут хотеть токен, чтобы платить меньше комиссии. Это всегда везде работает. И как максимум то, что одно дело за карту заплатить 200 долларов, а другое дело за карту заплатить 100 долларов. То есть вы помните, что те, кто просто хотят карту купить, но я буду грубые цифры назвать, они будут платить 200 баксов. А если купить карты через токен мультивалет, то тебе надо заплатить 99. Но скидка 100%, она как по мне очевидна. Соответственно, все эти люди идут на биржу, там мы сперва паяемся Pancake, Uniswap и биржи там из Тир 2, то есть это мы там сегодня проговаривали с Димой. Дима, глянь там в чате, какие биржи мы там проговаривали. Сейчас добавишь меня, чтобы я уже там не отвлекался. Вот. И люди идут, и на этих биржах у вас же покупают токены, потому что только те, кто зашли на предсидраунде, на сидраунде, на привате я имею в виду только у них есть эти токены в небольшом количестве. И соответственно, то, как я всегда говорю, там за счет чего-то может расти биткоин. Продукт, который находится в ограниченном количестве, на который есть спрос, он всегда будет расти в цене. Мы получаем то, что токены действительно нужны, токены никто не может слить, потому что нету, как по большому счету, китов. И получается история того, что вы просто делаете иксы. И когда цена потом на паблик раунде улетит, допустим, на тысячу процентов, к примеру, и такое может быть 10 иксов, она может назад вернуться нескоро или не вернуться. И вы спокойно себе закрываете свою часть профита. Ну и плюс ко всему, то, что мне здесь нравится, это то, что токеномика даже любых ранних инвесторов, они все получают частями на протяжении года. Не говоря о том, что команда, что адвайзеры получают аж через год свои токены. И соответственно адвайзеры, которые будут продвигать, то есть это как медийники, то есть договориться и продать перспективу медийникам, они заинтересованы в глобальном росте токена, потому что они аж попозже будут получать возможность зафиксировать свою прибыль. Их задача по максимуму раскачать проект. Этот файлик там с описанием, уже, кстати, дизайнер доделывает, я вам после зума там скину, вы всех можете увидеть и прочитать. То есть это полностью открытая информация, что, куда, по процентам. То есть мы полностью открыты, и чтобы у вас было понимание. А за счет чего курс будет расти, я думаю, так понятно. Во-первых, мало монет, во-вторых, большой спрос, в-третьих, всем нужны для того, чтобы купить карту, в-четвертых, это то, что уже, естественно, будет маркетинг полноценный, о том, что у нас уже есть медийники, это вы и так знаете, и, соответственно, правильная ликвидность в стаканах на децентрализованных и централизованных биржах. И мы получаем уже, естественно, как бы результат. Дорожную карту коротко мы там вам написали, то есть вы можете посмотреть, как, что, где мы будем выходить, куда планируем идти и почему, собственно, это будет получаться, потому что есть и продукт, и нету как много конкурентов, если разобраться на рынке, и есть грамотная токеномика. Подскажи, пожалуйста, через мультивалет человек спрашивает, можно ли будет в дальнейшем покупать NFT-медийников. То есть, да, в кошельке сделается то, что вы сможете тут хранить NFT. Так, прибыль с медиачейн вы уже можете выводить на свой кошелек и не на Binance, конечно. И есть люди, которые это уже делали. Как карта будет работать в любой другой стране? Как и работает любая другая карта? Вы на карте имеете USD, вы приходите в банкомат, вы находитесь, к примеру, в Польше, и вас выдадят из банкомата злоты по конвертации. Комиссия за снятие в банкомате 2,75%, ну, плюс конвертация. То есть, это средняя комиссия, может быть, эти 2,75% сразу идут. И карта будет работать абсолютно в любой точке мира, где работает виза. Это я уже говорил. так, 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 пишите вопросы еще. Кошелек не кастодиальный. Говорите, что вам еще непонятно, что хотите узнать, специально вышли вам рассказать. Стейкинг мультиварлета, естественно, будет внутри кошелька реализован. То есть, и у вас там все будет понятно, в кошельке сделано. То есть, вы это должны понимать. Купив монеты на сайте медиачейна, после выхода на биржу, как можно продать монету потом и вывести деньги с сайта медиачейна? Все просто, немножко попозже, будет у вас инструкция, где-то в течение месяца, куда вы будете вставлять свой кошелек, который поддерживает сеть БСК, потому что токен будет на БСК сети и вам туда будет автоматически с смарт-контракта приходить разлоки. Это первый момент. Второй момент, это то, что когда вот эти клифы действуют, три месяца, да, то есть берете отчет, грубо говоря, там с 28 марта. Через три месяца у нас пройдет паблик и получается, это через три месяца, там, грубо говоря, конец июня, это выход на биржи. Как можно получить презентацию? Она будет во всех чатах, каналах, как вы сюда попали. Пишет, с Binance карта при снятии в Польше 100 долларов дает 75. Остальное комиссия. Ну, это что-то очень много, нет. У нас вот уже пробовали комиссия на снятие с банкомата 2,75%, ну, плюс может быть еще конвертация. А вообще, вот даже сегодня я встречался с людьми, которые там знают за карты, там, которые связаны с крипто и так дальше. Для людей 5-6% снятия с карты, типа, вот прям в кэш, это нормальная история. Но вы тоже там сильно не рассчитывайте на это. Почему? Потому что, ну, реально так все ускоряется, что кэшем скоро не разрешат нигде платить и как минимум надо будет платить хотя бы карты. Можно я перебью? А еще надо сказать о том, что в принципе регуляция в мире крипты в любом случае придет, а вместе с приходом регуляции придет расплата в принципе криптой. То есть уже, допустим, в Дубае рестораны принимают просто криптой. То есть ты просто, не надо ничего тебе менять. Ты пришел, расплатился криптой. И, соответственно, те сервисы, которые будут первые у истоков, когда ты просто подошел и расплатился карты. Ну, то есть так же, как Apple Pay, там, Google Pay. Ты просто расплатился, тебе не надо ничего менять. Ну, не надо, ну, там, снять кэш. Ну, окей, там, ну, ну, кэш, да, там, будут такие же комиссии, как вот обозначить. И то, скорее всего, комиссия за кэш будет не со стороны именно кошельков, а со стороны банка самого. Потому что, ну, как бы, кошельку по барабану, что он там обменял через биржу. Ну, это бесшовное решение. То есть сам по себе пользователь это не видит. То есть это все автоматом через биржу прошло, и все. И, как правило, в принципе, обмен криптовалютой, на фиат через биржу, там, курс выгоднее, чем, допустим, живой доллар поменять на те же, там, злоты или, не знаю, там, баты, там, тайские. Поэтому, в принципе, надо, скорее всего, смотреть все-таки в сторону того, что, ну, в скором времени мы увидим гораздо большее проникновение криптовалюты в сервисы. Ну, это понятно, это будет, да, но быстро все равно это не произойдет, да, люди так, карточками еще не все научили пользоваться. Так, дизайнер уже сделал презентацию, так что после зума презентацию у вас будет, то есть у вас тут все четко расписано, понятно, да, более презентабельно и видно, у вас четко расписана дорожная карта, это все можно будет посмотреть, думаю, сейчас больше по видео, ой, говорю, по видео, по вопросам отвечаем. Еще вопрос, я привлекаю людей на покупку карты и получаю процент за то, что люди покупают карты или только за счет обменного вывода. Вы получаете рефералку за счет вывода и за покупку карты тоже будет, да, рефералка сделана. Когда токен MV будет на бирже Binance, да, все достаточно просто, смотрите, в июне мы планируем выйти куда, вот давайте по дорожной карте. Это Uniswap, это PancakeSwap и это будет одна из бирж, а может быть, несколько хобби, коэнчек и биджет, то есть это биржи, которые входят в Тир 2. И в августе мы уже планируем выйти на биржу Тир 1, то есть это Binance, Bybit, Кукоин, Гейпио и любая другая биржа, которая входит в топ-10. Почему, как бы, откуда планы? Во-первых, мы уже отправили листы, то есть идут переговоры, во-вторых, ну, у нас грамотная токеномика, в-третьих, любая биржа заинтересована в новых пользователях, да, времени, я думаю, больше 20 тысяч будет, ну, и достаточно, как бы, хорошее решение. То есть для биржи главное, что? Новые пальзы и ликвидка, то есть даже люди, которые, допустим, не знают, ну, представим, что они не знают там про Binance или Barabaybit, то они от нас пойдут туда, потому что именно там они смогут продать токены, либо именно там они смогут купить токены, даже, то есть у меня есть люди, которые не в крипте, и у которых запрос просто там платить картой, там, и, ну, это шофшорная карта, мы понимаем, это рассказывали, то есть это Панамский банк, да, вам не надо налоги платить и так дальше, платить картой где-то там, но, опять же, чтобы купить карту, ему нужен токен, куда он пойдет токен покупать? На эту биржу, то есть биржа получила таким образом пальза, которая в теории, потом своей рассылкой, маркетингом, она может закрыть там и на другие продукты биржи. На карту можно положить фиатные деньги? Нет, вы загоняете в кошелек крипту, меняете крипту, у нас крипту на фиат, и вы получаете фиатные деньги, но при этом у нас будет же и внутри кошелька встроена бен фиата на крипту, это и то, что Дима, я не помню, говорил, не говорил, то, что я думаю, будет реализовано в течение месяца-двух, но до паблик сейла, это точно, это уже будет свой собственный P2P сервис внутри кошелька, то есть получается, что допустим, у вас есть там злотые польские, и вы хотите там, грубо говоря, не крипту, а вы сразу хотите там USD на счет, между картами можно будет гонять деньги, а кому-то нужны злоты, и вот через P2P сервис, где мы будем гарантом, вы сможете вот такой операции проводить, что с криптой, что с фиатом. Разлученные монеты сразу можно вывести, но монеты можно вывести согласно токеномике, то есть вот 1% в паблик день и потом на четвертый месяц по 8-25% в месяц, они автоматически приходят на кошелек, это автоматически ими может там распоряжаться, продавать на P2P, либо продавать на бирже и так дальше. Кто такие медийники? Медийники это любой человек, который имеет свою аудиторию, футболист, боксер, блогер, певец, человек, который может дать нам комьюнити, по большому счету. Можно будет в медиачене ставить токены на год, в любом случае вам придется вставить кошелек, куда вы будете получать разлег токенов. Как на карту положить любые фиатные деньги? Я объяснил, что вы будете менять это. Как перейти на кошелек? Ссылку зума взял у меня в канале, я ссылочку на кошелек оставлю. Токены вы купили, чтобы потом дороже продать, конечно, процента на токены никакие нет. И опять же, это то, что Дима сказал, что вот посмотрите на токеномику, то есть для продвижения проекта мы не тратим своих денег, наши деньги команды залочены больше, чем на год. И любые люди, которые хотят партнериться, они получают деньги не сразу, а они получают деньги в токенах через год, которые начинают размораживаться. Теперь задавайте себе вопрос. То есть если у нас с кем-то партнерство или с медийником, или с биржей, либо с каким-то там фондом и так дальше, насколько они заинтересованы в том, чтобы прокачать рост монеты в 10-20 раз. Максимально, потому что их задача будет, так как они получают свои деньги в токенах, которые будут разлачиваться через год, чтобы за год кошелек и комьюнити выросли, чтобы монета выросла, и чтобы через год они смогли слить в хороший плюс свои токены. То есть это опять же грамотный ход. Ссылку можно на App Store? Не могу найти, на сайте не получается. Я же уже говорил, кошелек сейчас веб-версии, в App Store и Play Market мы подались, мы ждем одобрения. Когда будет своя биржа, я думаю, что в биржу с кошельками перерастем не раньше 2024 года. Если оплачивать карты, комиссия тоже 2075? Нет. Если оплачивать карты, комиссия там вообще копейки. Ну там вообще маленькие копейки. Добрый день. Как оцениваете первый день продажи токена? Ну учитывая, что за MC продалось уже, грубо говоря, больше 50%, а за USDT 30% в первый день, я считаю, что это достаточно хорошо. Какой риск, что могут быть такие перегрузки, как было у проекта от DDoS-атак, при листингах и так дальше? Ну при листингах, если ты имеешь в виду, что DDoS-атака на кошелек, то она, мне кажется, не влияет никак на монету, которая находится на бирже. Который токен купил, если вы купили токен за MC или за USDT, неважно, вы все равно будете вставлять свой кошелек и получать токен туда. Если у вас не проходит авторизация на кошельке, то просто попробуйте там другую почту вставить, попробуйте еще раз, ну у всех работает. Binance лимит на снятие в карты в день 280 евро, на оплату картой 8000 евро в день. Ну у нас 8000 это, ну у нас 150 тысяч в месяц лимит на оплату картой, а на снятие, не знаю, ну точно не 300 евро больше. У Binance, если я не ошибаюсь, фишка в том, что у них прям крипто-крипто карта, если я не ошибаюсь, я не заказывал. По-моему, поправьте меня, кто там пользовался, но там, по-моему, криптовая карта. А у нас фишка в том, что крипта меняется на фиат в один клик, и это фиатная карта, да, и поэтому лимиты тут немножко другие. Когда расплачивается человек, ну процент там очень маленький. Приложение есть, мы подались в App Store и Play Market. А как же волатильность, если все начнут принимать крипто, например, Ripple? Ну волатильность в любом случае будет, то есть, опять же, кто-то бежит покупать, чтобы рассчитаться, и кто-то ему будет продавать. И продают, вот как Дима говорил, ранние инвестора всегда зарабатывают больше. Каждый час разная цена блюда. Ну в любом случае будет стейблкоины, ну и плюс-минус так и есть. то есть, будет же приравнивание к чему-то. Расскажи, пожалуйста, про подключение бизнеса в дальнейшем на кошелек мультивалет. Компания, например, может заказать карты для сотрудников. Естественно, то есть, компания, когда вы подключили бизнес, сюда подключается еще же бизнес. Я рассказывал это на предыдущих зумах, кого там не было, то есть, вы можете посмотреть. И, ну, во-первых, владелец бизнеса видит все приемы, то есть, по QR-коду официант подошел, ему оплатили криптой, к примеру, да, что опять же, для бизнеса расширение. Он видит, сколько оплатили и сколько, грубо говоря, официант получил чаевых, то есть, все контроль с одного устройства, всех официантов, это очень удобно. И, естественно, можно официантам заказать карты, чтобы они их расплачивались, ими там и так дальше, чтобы так выдавать зарплату. Вопрос по делу, потому что сейчас только веб-версия, когда предварительно выйдет Android. Но Android, я думаю, выйдет очень быстро, там, я думаю, наверное, даже на следующей неделе, неделя-две, а вот App Store минимум месяц-два. Могу ли я отправить деньги в Mediacoin с кошельком Multivate? Не понимаю, как мне завести USDT на Multivate. Все просто, берете, регистрируетесь, выбираете USDT и отправляете. Если вы говорите про у вас деньги там на карточке, то вам надо в любом случае купить крипту там на Binance либо там на любой другой бирже. Историю карты Тушкина не знаю. Клиент спрашивает, чем обеспечена монета, как правильно ответить. Дима. Дима, ты тут? Ну, во-первых, я отвечу... Ну, на старте она обеспечена как и всегда обеспечена деньгами и спросом. То есть, еще раз говорю, что ликвидность, ну, кубышка, это деньги. То есть, для чего в том числе сейчас проводятся инвестиционные раунды? Для того, чтобы обеспечить ликвидность. То есть, токен обеспечен деньгами и в последующем спросом. Ну, я думаю, что это нормальный, правильный ответ. Так, P2P понятно. Возможно ли Android-версию можно скачать через установочный SDK-файл? Я спрошу, может быть, и так. Вы можете начать выводить, вот токеномика расписана через 1% вы получаете в паблик, то есть, когда происходит выход токена на биржу, и через месяц по 8-25% в месяц вы получаете разлоки. Ну, можете зайти, посмотреть пример с токеном Whitebit биржи. Вот они сделали грамотную токеномику, их токен улетел в космос, и те, кто заходили на Presidi и Cidi, у которых разлок длительно идет, они просто уже сделали 1000 иксов, потому что грамотная токеномика, никто не смог слить курс, а спрос на монету все дальше повышается, и вы получаете каждый месяц, грубо говоря, свою прибыль. Можно ли получить карту по 39 долларов при общем стейкинге 510 монет, но при этом карта будет получаться при стейкинге токенов Multivallet от 500 долларов, то есть, если, к примеру, токен стоит 1 доллар, 500 токенов надо будет застейкать, если токен будет стоить 10 долларов, то вам надо будет застейкать 50 токенов всего. Верификацию уже можно приходить на крошельке, ее делает отдельная компания, которая имеет на это лицензию, поэтому это в первые дни было недоступно, мы не имеем права на обработку данных, то есть, это все там делается. самые жирные проценты, как я понимаю, в начале, не обязательно, то есть, абсолютно не обязательно, я сейчас покажу пример, почему это не обязательно, ну, то есть, в любом случае, в начале будет дикий памп, то есть, это 100%, потому что, ну, как бы токеномика такая, да, вот, смотрите, я думаю, видно график, я уже показывал примеры, давайте возьмем там с криптокомом, к примеру, да, то есть, тоже кошелек, который там перерос там в биржу там и так дальше, то есть, у них в монета, то есть, был памп, то есть, вот в начале они там выходили, да, то есть, там 60%, ну, это небольшой рост, а потом у них был рост всего лишь там за 2 недели на 250%, но, если мы возьмем, допустим, допустим, даже тот же ТВТ, который децентрализованный и не имеет столько там плюшек, то, пожалуйста, у ТВТ тоже были как бы хорошие горки, там в 700% монета вылетела, потом она откатилась на 70%, потом она снова выросла там на 500% там за 2 месяца, да, но глобально, глобально, вот холдеры, которые первые цены ловят, они вот получили, грубо говоря, там за 2 года полторы тысячи процентов, то есть, все по раскачке токена. Что думаешь о токене GPT? Ну, это аж не их токен, да, то есть, это там скамный токен, насколько я знаю, сделали, но опять же, вот опять же, на примере этого токена, если взять пример этого токена, да, сейчас я посмотрю, насколько я знаю, вот этот GPT на хайпе, он дал, если я не ошибаюсь, 16 иксов, да, но там это просто сделали там схему, да, там нету связки с чат-ботом, насколько я знаю. Когда выводить будете с медиа на кошелек мультивалет, комиссия попозже будет меньше, да, то есть, это будет реализовано. Можно будет немножко попозже монету MC перевести на кошелек, да. Верификация работает в полном объеме, токены потом вы все переведете себе на кошелек. Токен МВ будет возможность стейкать, конечно. Так, ну все, вроде вопросов нету. Дима, ты хочешь еще что-то добавить или у кого-то еще какие-то вопросы есть? Да я вроде постарался сегодня не сильно уничать, а достаточно максимально простым языком донести очевидные вещи. Ну, как бы не знаю, давайте резюмируем то, что почему можно верить, потому что обеспечено деньгами, понятно, кто последующие пользователи, скорее всего, это в том числе вы, хотя сейчас можете думать, что это не так, ну и понятно, и огромное количество населения, особенно те, кто имеет проблемы, в принципе, с водовыводом, ну и которые, наверное, там не сильно сейчас доверяют тем биржам и кошелькам, которые, очевидно, контролируются определенными структурами мирового уровня. Поэтому, вам решать, зарабатывать или ждать. Да, я думаю, что все принято. Google антификатор в кошельке есть, и первая задача после регистрации его установить, чтобы у вас не было никаких нюансов, которые я знаю, у меня в свое время один из самых популярных кошельков был блокчейн-инфо, и куча у меня друзей, которые не поставили Google антификатор, и у них бабки просто с кошельков улетали, потому что в 9 из 10 случаев, если вы давно в интернете и в крипте, вы везде юзаете одну почту, и у хакеров есть ваши почты, и они видят и мониторят, где вы попадаете на новые сервисы и так дальше. Поэтому Google антификатор 2FA обязательно у вас должен быть на почте, на любой вещи в интернете, которые связаны с деньгами. Это первое, что белилось в кошелек, это обязательно. Так, ну что, вроде вопросов нету, надеюсь, было понятно, зумы выставим записи уже там сегодня, презентации я уже раскинул по чатам, поэтому успевайте, я думаю, что в течение 3-5 дней мы уже закроем прессид раунд полностью, и естественно, сможете заработать уже когда там в июне получается свои иксы. Все, всем хорошего вечера и на связи.